всем привет меня зовут андрей и вы на канале индустриал ту канале об инструменте и про инструмент нас на канале уже 2000 человек и в честь этого радостного события я решил сделать розыгрыш и разыграю для вас вот такую флешку метаба флешка это видео такой болгарочки правила простые лайк подписка комментарий и в следующем ролике мы объявим победителя а в этом ролике мы наконец-то разберем шлифовальную машинку makita dbo 180 ну что ж приступим первым делом снимаем подошву чтобы снять подошву необходимо открутить три винта м4 на 16 винты идут в комплекте с шайбой и гровером стоимость данных винтов в среднем 6 10 рублей подошва снимается вместе с крышкой корпуса подшипника стоимостью примерно 85 рублей вот ее артикул далее откручиваем винт м4 на 20 стоимостью также 60 рублей данный винт также идет гровером и шайбой вместе с этим винтом снимается хомут корпуса сборе 240 рублей в этом хомуте запрессована гайка она идет вместе с корпусом теперь нам необходимо открутить вот этот винт м4 на 16 чтобы его открутить нам требуется застопорить крыльчатку чтобы зафиксировать крыльчатку нужно застопорить ее с помощью отвертки под винтом сидит плоская шайба стоимость 20 рублей теперь разбираем корпус корпус состоит из двух частей чтобы его разобрать нужно открутить 5 винтов винты у нас самонарезающие 4 на 18 винты открутили ну и разбираем корпус пополам корпус стоит 1110 рублей и в него входит вот эта резиновая шпилька точнее он состоит из двух частей стоимость это за две части и за две этих шпильки резиновые но если вы потеряли шпильки их можно заказать отдельно стоимость у нее будет примерно 5 10 рублей вот такая у нас конструкция внутри разбираем дальше снимаем тормозное кольцо стоимость 380 рублей она здесь установлена специальные пазы как вы видите 1 2 3 и на этом корпусе четвертый паз при сборке внимательно нужно посмотреть чтобы не поставить его вверх ногами теперь снимаем корпус подшипника стоимостью примерно 210 рублей вместе с подшипником легко снимается внутри находится подшипник nsk 6202 кстати первый раз вижу чтобы подшипник nsk было написано сделано в польше цена подшипника примерно 225 рублей также корпус подшипника снялся вместе с металлической шайбой стоимость примерно 15 20 рублей но подшипники отсюда не буду выпрессовывать потому что мне сейчас нечем это сделать но я не вижу в этом смысла теперь снимем пластину переключения в сборе стоимостью примерно 185 рублей так она выглядит кнопочки пластиковые которые нажимаю в свою очередь вот эти кнопочки теперь мы вытаскиваем двигатель вот этот вот в сборе и всю электронику контроллер кнопки в сборе и 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 от двигателя сразу же сама делилась крыльчатка стоимость крыльчатки примерно 400 рублей теперь снимаем выключатель стоимость выключателя 815 рублей состоит вот из такой платы и две кнопочки и разъем далее у нас идет два шкива один большой который снимается просто значит большой шкив стоит 1075 рублей маленький шкив который сидит на двигателе стоит 930 рублей сам вот этот ремешок приводной фирмы юнита стоит примерно 340 рублей для того чтобы снять малый шкив нам нужна головка на 10 и тоненький ключ на 10 потому что обычные ключи точнее необычные веры такой он слишком толстый есть советский на 10 там даже по моему не на 10 на 11 он туда в принципе входит но у меня не получились головка вот верушка есть на 10 я не буду ее снимать не вижу смысла тут ломать будем смотреть дальше дальше у нас идет вот такой пластиковый кронштейн двигателя стоит 90 рублей крепится он на двух саморезах к двигателю как у шуруповертов вот один саморезик и второй саморезик саморезик по 20 рублей с одной стороны кронштейна двигателя находится шпиндель который установлен запрессован в подшипник подшипник тоже и носка но этот уже сделан в индонезии 629 стоимость 150 рублей а сверху у нас находится 607 подшипник фирмы все и чель стоимостью 60 рублей и зафиксирован данный подшипник стопорным кольцом стоимостью 610 рублей ну и далее идет основной это двигатель стоимостью 1265 рублей двигатель этот по идее на 18 вольт но скажу я вам что у всех 18 вольтовых шуруповертах двигатель намного больше а такого размера двигателя они идут максимально 14 4 вольта поэтому возможно даже это двигатель на 14 вольт а не на 18 но в этих словах своих я не уверен если кто-то точно знает на сколько вольт этот двигатель напишите в комментариях к двигателю подключен контроллер тоже не буду отключать чтобы не повредить эти контакты контроллер выглядит вот таким образом стоит этот контроллер 2 450 ну и контроллеру подключен сам терминал стоимостью 210 рублей еще его называют в прайсах почему-то предохранитель либо клемма в сборе вот его арте подключается здесь все подписано плюс красный всегда минус черный и аэс контроль ну вот в принципе и все запчасти собираем обратно устанавливается ремешок достаточно просто вставляем двигатель обратно в корпус надеваем выключатель и укладываем провода на свои места вот так вот вот все провода вложили двигатель тоже посмотрели визуально чтобы провода нигде не пережимала убедились что ничто нигде не мешает не перекрывает теперь нужно надеть клетчатку заранее было надеть поднимаем двигатель надеваем шарочку и выкладываем двигатель в место вот так это работает одеваем сюда шибочку корпус подшипника потом берем еще одну шайбу закрутим тормозное кольцо берем и устанавливаем свои пазы закрываем все это дело верхней крышкой нет подождите забыл надеть кнопочки наши смотрим чтобы все силу и теперь можно закручивать корпус вы спросите почему я закручиваю отверткой а потому чтобы не сорвать шлицы на новых винтиках так как инструмент не мой и он новенький поэтому я закручиваю все отверткой и отвертки я использую тоже качественные тоже от компании вера надеваем крышку подшипника тут есть пазы то есть вы ее по другому не вставите то есть ее можно вот так как хочешь но она должна упасть в свои пазы и также подошва должна совпасть с отверстиями можно вот так сначала на подушку а теперь установили и закручиваем очень часто замечаю люди теряют эти винтики либо они слизываются и начинают мудрить туда вставлять всякие левые винты не самодельные купленные на рынке без гравиров желательно я бы не советовал там делать потому что винтики эти можно оригинальные у нас купить в любом сервисом центре и стоят они очень дешево ну и надеваем хомут корпуса вот 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 все инструмент собран ну и пробуем включить все работает всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм а также не забываем про розыгрыш ну и всем пока